Фэшн Эвеню Все новое поначалу кажется невозможным, но все-таки потом мы это на себя надеваем. Пожалуй, это высказывание можно отнести к предстоящей весне, ведь нас ждет новый сезон, новые коллекции и, соответственно, новые тенденции. На этот раз женскими коллекциями нас порадуют итальянские дизайнеры. Фэшн Эвеню Коллекция Дольче Габана весна-лета 2013, в который раз вдохновлена их любимой Сицилией. Доминика Дольче и Стефана Габана собрали воедино историю своего родного региона. Со времен душноцветия античных сиракуз до создания купальных костюмов с высокими шортами и перенесли все это на одежду современной сицилийки. Принты на шелковых тайниках, блузах и платьях-футлярах с изображением средневековых рыцарей и узорами цветов, корсеты из плетенных прутев, а также купальники, жакеты и трикотажные платья в полоску, взятую словно зонтиков на сицилийских пляжах. Все модели появились с платками на головах и в огромных серьгах. Именно такими мы привыкли видеть итальянок у Дольче Габана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 в России в мужском журнале на зоне «Плейбой». Один прекрасный день сказала, дайте мне попробовать, пожалуйста, что-нибудь снять. Мне дали возможность попробовать, и я начала снимать. И, в общем, там через полгода я уже стала флешным редактором журнала «Плейбой». Потом мы с Игорем Шейном запускали журнал «ЕС». Мы все делали сами, все придумывали сами. Не было такой индустрии моды, какая есть сейчас. Я сама там девочек и красила, и причесывала Игоря, и придумала концепцию, и сам фотографировала. В общем, это было увлекательно совершенно. А я ушла по мужской линии, потом перешла работать в журнал «Джи Кью». Это лучший журнал о мужской моде для мужчин. Но потом, когда я услышала, что наша компания «Кунда Наст» издательский дом решила запускать журнал «Гломод» для девушек, то я в общем вызвалась и попросилась. Сначала как редактор моды, как директор моды, как стилист, и вот сейчас как главный редактор. Моя карьера началась в 19 лет. Я работала ассистентом в отделе моды другого издания. Ну, в общем, очень много научилась, и в принципе очень благодарна, что мой первый рабочий опыт начался именно с этой должности, поскольку, как в любой другой профессии, начинать нужно с самого низа, для того, чтобы понимать, собственно, как вообще устроен весь процесс работы. А в «Гламур» я попала по рекомендации как раз-таки своего бывшего директора моды. История «Гламура», она такая очень-очень долгая, потому что сначала его сделали французы, и это был большого формата журнал. Он прожил недолго, открылись там другие журналы, и потом он реинкарнировался уже в Италии, уже в формате вот «покет-сайз», в более маленьком, компактном размере. После этого вот все, и мы тоже, и все европейские журналы стали выпускать как раз такой компактный журнал. Я выросла сама с журналом «Гламур», так же, как выросла и наша читательская аудитория. Это был новый формат, это было очень сильнейшая бомба на русском рынке. У нас редакция 25 молодых, бодрых, веселых, энергичных и симпатичных и красивых девушек, которые сами являются аудиторией потребителей. Я очень часто, просто если у меня есть какие-то сомнения, я выхожу к девочкам и спрашиваю «Вам, какое нравится там платье? Или вы кого выбираете?» Я провела тут уже 5 лет, в «Гламуре», в частности, в издательском доме «Канденаст». И, собственно, выросла, сформировалась студия как личности, как профессионала. Для меня это, не знаю, больше, чем работа. Для меня это дом, времяпрепровождение. И порой я чувствую себя настолько комфортно у себя на работе, что иногда могу на какие-то тапочки бегать, там какой-то байки, не знаю, и сидеть до 12, до часу ночи и выходной день. У нас журнал «Отражение жизни девушек современных». Мы стараемся писать о том, что их волнует, или угадывать то, что их может волновать в этот момент. Мы пишем и про музыку, кино, и про моду, и про красоту, и про секс, про взаимоотношения. Вы не увидите, скорее всего, двух одинаковых полос. Мы очень часто себе позволяем отходить от рамок, которые сами же для себя придумали. Но в этом и есть интерес работы, потому что каждый месяц что-то новое. Знаете, иногда редакторы приходят и говорят, Маш, ну мы же так не делаем. Я говорю, а кто это сказал, что мы так не делаем? Мы это не делали в прошлом месяце, в предыдущем. Но если мы захотим сделать так, если мы уверены, что так лучше, то нам, в общем, никто не мешает попробовать. Маша вообще, она невероятного ума, таланта, и она именно как человек, она очень вдохновляющая, она очень добрая, она очень позитивная, очень терпеливая, она всегда найдет с тобой компромисс. Человек, который, будучи очень большим ввозом, человеком, пользующим достаточным уважением в коллективе, она, тем не менее, никогда не давит, она никогда не позволяет себе некорректного общения. Она меня очень многому научила и помогла мне справиться с какими-то такими недостатками в профессиональном смысле и в личностном. Когда наступает какая-то невероятно стрессовая ситуация, в которой вот у меня есть возможность сейчас взорваться, я все время думаю о том, что говорит мне Маша, и мне это помогает очень сдерживать себя и в каких-то ситуациях вести себя очень корректно и довольно компромиссно. Для меня лично самая интересная часть работы, кроме обсуждений, это съемки. Это съемки, интервью, вот моя работа, я стилист, моя профессия стилист, моя профессия – это работать с вещами. Мы недавно снимали Веру Брежневу для нашего ноябрьского номера, и это было замечательно. Это уже не первый опыт работы с Верой, например, но это просто праздник какой-то. Полтора года у нас убил рубрику Антон Камолов, Воровшана Куркова у нас встречалась, была нашим корреспондентом. Мы познакомили наших читателей с новым нашим корреспондентом, это Ольга Шелест. «Ламур» и работа в издательском доме у нас была основная работа, собственно, проект. Это такой челлендж для меня, когда мне предлагают какие-то интересные вещи, которыми я не занималась ранее, там, например, какой-то дизайн одежды. Для меня это работа, но, скорее, для меня это какой-то возможность самовыражения дополнительного. Моя дебютная коллекция – это, на самом деле, такое вызвало во мне кучу противоречий и в то же время был для меня очень большим таким моральным испытанием, потому что, на самом деле, как бы, несмотря на то, что я смотрю огромное количество показов и вроде бы как неплохо разбираюсь в моде, все равно создать что-то свое личное довольно тяжело. Собственно, я потом и называла это как бы не коллекцией, а скорее такое мое представление об идеальном гардеробе «Девушки». Мода, как обычно, белый цвет, прозрачность, такой микс-принт, когда в одном, например, платье сочетаются плоскутные принты, там, не знаю, там и клетка, и цветочек, и леопард, и какие-то такие штуки разные, как будто такой шизовый микс. Потом полоска, цветочный принт, азиатский тренд, то есть Япония, Китай, 60-е, 80-е. В идеальном гардеробе, ну, есть, во-первых, некие вечные ценности, которые должны быть. Тренч, голубая рубашка, юбка-карандаш. Обязательно, конечно, должна быть скорее голубая или в полосочку такая мужская рубашка, которая тоже прекрасная вещь для смешения в совершенно разных стилях. Джинсы темной расцветки, такие темные, довольно узкие. Лодочки обязательно, какой-нибудь свитер с косами обязательно. Какая-нибудь маленькая леопардовая шубка, будь то из искусственного меха или из натурального, тоже это ценно, ну, это из серии вечных ценностей, да, если вы оденете просто серой майкой с джинсами и там с кедами, это будет модно, круто, кул и по-молодежному. А оденете ее с маленьким черным платьем, можно и в театр, и на свидание. Я вообще за то, чтобы девушки, наши женщины, научились смешивать что-то серьезное с чуть менее серьезным, относились к моде чуть легче, чем они во многом относятся. И главное, на самом деле, оружие – это уместность. Не надо выряжаться на мероприятия, которые этого не требуют. Мне очень жаль, что до сих пор, к сожалению, никак не могут договориться, как бы, члены модной индустрии нашей о какой-то единой неделе моды, потому что две-три недели моды, конечно, это, ну, не очень серьезно, да, это свидетельствует о том, что все-таки люди все равно ищут какую-то сиюминутную, скорее, выгоду. Тут, мне кажется, все-таки нужна заинтересованность государства. Не надо недооценивать моду и воспринимать ее как нечто такое конфетно-букетное и поверхностное. Это абсолютно серьезный бизнес, и слава Богу, что сейчас появились очень серьезные игроки. С гордостью ношу вещи от русских дизайнеров. Вот, пожалуйста. Александр Терехов. Мой друг, я надеюсь, что я могу это сказать, что действительно очень интересный человек и очень талантливый дизайнер. И я считаю, что ему очень повезло, потому что у него еще очень хорошая команда. И кроме того, что у него есть хорошие идеи, у него сейчас есть очень качественное воплощение, и есть возможность сделать, реализовывать многие те идеи, которым он очень долго шел. И это все можно купить в магазинах. Это дизайнерские вещи, они не могут быть абсолютно доступными. К сожалению, отсутствие поддержки, я считаю, такой экономической сильной государственной стороны. Вливается в то, что эти вещи сделаны практически вручную. Есть там, я не знаю, два-три ателье в Москве, которые делают это производство, которые делают многие работы для нескольких даже русских брендов. И это практически штучная работа. Многие байеры и владельцы магазинов делают ставку на русских дизайнеров. Выбирают по принципу, нравится или не нравится. Это единственный критерий. А в некоторых случаях за последний год стало очевидно, что многие русские задают тенденции, они просто им следуют. Там Ульяна Сергеенко, которая стала модельером года по версии журнала «Гламур», она, очевидно, совершенно трендсеттер, она вернула такую любовь к, во-первых, к русскому, но, во-вторых, к такому сложному крою. И я надеюсь, многие из наших русских дизайнеров начнут выпускать свои вторые линии, чуть более доступные, более демократичные. Мне кажется, что многие из них уже вполне доросли до этого, что кроме премиальной продукции и шикарных, роскошных платьев, они уже могут делать и более доступные вещи. Я не зацикливаюсь на брендах. У меня очень много и каких-то очень масс-маркет одежды. Я очень люблю вообще вот такую абсолютную смесь. Я все время миксую все. Есть какие-то определенные вещи, которыми хочется обладать. Там, эти самые часы, или, кстати, сумка Фэнди Пикабу, или Эрме Келли, какие-то такие вещи, там, биджак Шанел. Если я что-то покупаю, я никогда не зацикливаюсь на том, что это. Это может быть и топ-шоп, и H&M, и Зары. Если мне нравится вещь, производит какой-то визуальный, тактильный контакт. Все, я ее беру. Мне не важно, сколько на 100 чана. Вся моя обувь, она дизайнерская. Все сумки, которые есть, они все у меня дорогие не потому, что они дизайнерские, да, потому что, действительно, аксессуары, сделанные из хороших, качественных материалов, они гораздо дольше служат, и они, правда, удобнее и носибельнее. В принципе, допустим, хорошая сумка, она всегда может дать вам плюс 10 баллов, там, к любому виду. Каждая женщина, особенно в нашей стране, достойна премии «Женщины года». Женщины года, гламур – это не просто красивая девушка. Мы пытаемся найти тех, которые что-то представляют из себя кроме этого. Наша гордость не только этого года, гордость, мне кажется, российская. Наша читательница и наша редакция, и тут мнение абсолютно и мое личное совпало абсолютно, что мы выбрали «Женщины года» Наталью Водянову. В нашу холодную страну еще не скоро придет весна, но в магазинах уже появляются весенние коллекции, значит, пришло время пополнять гардероб. Одни из самых главных весенне-летних тенденций – черно-белая графика, горох, полоска и однородный принт. С вами была программа Fashion Avenue и ее ведущая Анастасия. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok